Ваша милость прекрасно держится в себе. И мы, я так понимаю, направляемся следом за Анной Генриетой. И вон она опять. С дороги! С дороги, я сказала! Нам нужно спасти нашего бедного зайчика. А с вами Джейсон, канал Drummoney Games и Дорг Пошел. Это очень резкая погода использовалась. Спешились. Это здесь! Уже за углом! Поспеши! За каким углом тут лошади сумасшую? Участники ищут рог единорога, золотую рыбку и яйцо феница. И с их помощью они узнают, где прячется заяц, то есть мельтон. Выходит, нам тоже надо их найти? Нет другого выхода. Но времени ждет. Так что придется нарушить правила. Сумбур. Сплошь и рядом. Нет, лучше сюда. Я тебе покажу, где проходит охота. Потом разделимся. Тебе придется раздобыть рог единорога и золотую рыбку. А я поищу яйцо феница. Так будет быстрее. Серьезно? А как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь пимаешь. Вон он там бегает, посмотри. Серьезно. Как ловят золотую рыбку? Сетью? Гер, она же не настоящая. Посмотри туда. Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки. А ты просто нырнешь и отыщешь ее. В золотой рыбке и в роге находятся предметы, которые позволят нам найти мельтоги. Когда ты их раздобудешь, найди меня среди тех, кто ищет яйцо феникса. Яйцо феникса. Рог единорога. Золотая рыбка. Что здесь происходит? Смотри, Машу. Ну, он делает нехрен. У них праздник, а нам нужно как-то принимать активное участие в нем. Потому что от этого зависит, в конце концов, жизнь человека. Мы же не можем просто так взять и забить, правильно? Пойдем лошадку примаривать. Так, ну, даже не знаю, каким образом. Можно, можно будет с ней. Говорят, единороги любят музыку. Так, ну, что вы предлагаете нам? Сыграть для нее музыку? Сыграть на флейте? Обычный конь. Может, его яблоком или сладостями? Вот я и говорю, яблоком. Не было проблем, сестрица, как бы ты была девица. Ты правда хочешь затеять этот разговор еще раз? В этом месте? Тише, а то спугнете единорога. Давайте попробуем сладости. Прошу прощения, придется испортить вам забаву. Кто это такой? Пошел, пошел. Так, Геральт. Ну, как-то он недоверчив к тебе. Зачарую его, что ли, я не знаю. Я сейчас тебе был так близкий. Используйте весьма чуть-чуть ее, чтобы найти те ясли, которые привлекут этого долбаного единорога. Тихо, блин. Может быть, здесь? Холодной дичью единорога, скорее всего, не приманить. Нет, нет, это не вариант. Ну, у нас есть яблочки. Ну, это точно яблоки. Понравится. Я же говорю. Так, мне теперь надо как-то приводить, да, в рюкзаке яблочко свое поместить себе в руку. А ну и так помещено. Насколько я понял. Правильно, правильно. Все отлично. Так, теперь... Где наш единорог? Еще я так буду с протянутой рукой, и тядаю. У меня есть яблоко. У меня есть яблоко. Ну да, придется идти, наверное. Единорог, у меня есть яблоко. Вкусное яблочко. Убавайте его за рог. Люди любят яблоки, и лошади любят яблоки, и все любят яблоки. Спелые, сочные, красные яблочки. Здорово. Так. Предлагаешь плоту позвать? А, он предлагает верхом на единороге. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, да, это прям отсыл какой-то... Даже не знаю, к кому отсыл. Она, в общем, сюда должна была, да? Золотая рыба должна быть хорошо видна под водой. Сейчас посмотрим. Это был ведьмак. Это не золотая рыба. И это не золотая рыба. И где же, мать ее, золотая? Господа. Самая обычная рыба, кажется. конфета еще у нас здесь есть надо набрать воздуха это говорит у нас может откинуть концы я да может быть это везде конфеты ё-моё где золотая рыба неужели то на неужели мы сделали это эй подожди остановись это важно мужик слушай человек в опасности надо как-то помогать ему спасать его находить его а ты рыбу спишь король баклан мы приносим тебе этот дар прошу путь к нам милостив открой нам все секреты месяц на небе сменился а я ждал в своем владении грабреца что мне в дар принесет достойнейшие подношения ключик ключики люди вообще в шоке от происходящего да ладно серьезно испортил зачем так грубо господа я понимаю был неправ но вы тоже меня поймите это для 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 нашего общего дела так сказать нахрена я вплоть впустился надо было на лодке наверно доплыть ах ты гордо хуй ну ваще ну ладненько сейчас мы своими находками поделимся нашей госпожей анны и возможно и тоже улыбнулся удача я тот самый славный геральт самый славный геральт и самый славный риви где же наша госпожа в баклере все спокойно никаких но а вот и мы ваше милость изволит я имею ввиду геральта мы действуем в интересах высшей важности потом я все объясню но ведь это против правил правила определяю я геральт геральт наконец-то у меня ключик и одна подсказка а у меня другая показывай кто это придумал первый слог мы в тепле скрыт второй у лисицы а последний хранят все придворные лица давайте гадать где-то в дворце в теплице где-то где-то где тепло теп от тепла ли от лисицы а последний слог ца от слова лица получается теплица ты гений в садах действительно есть теплица мы гений из них такой как из рыбки ну тогда в теплицу все ну вот и гадать долго не пришлось в принципе да элементарная загадка что-то кажется ты бы догадался жди здесь а мы не можем подвергать ваше высочество опасности даже в ее прекрасных ритузах черт побери сгребаный ты вурдалак ну не вурдалак он конечно вампир что такое это еще что тебе-то конечно здорово он как птиц хорнерд перемещается с помощью какой-то темной силы а черрельту приходится извращиваться и использует все подручные стереться чтобы добраться до него проробные сукин сын неужели он примет бой хотя я сомневаюсь наверное придется с ним побеседовать чертовски все таки классный меч я здесь да что ты говоришь это случайно не твоя оставь себе если хочешь у меня уже новое я не знаю тебе не причинял тебе зла а ты зарубил бруксу с которой мы были близки теперь гонишься за мной зачем ты убил по крайней мере четырех невинных мне интересно а ты-то сколько невинных убил ну невинных как я не помню чтобы я не убивал невинных невинных я не убиваю только убийц и вот их обязательно я скоро закончу остался всего один и ты если не отступишь а что потом уедешь отсюда и будешь убивать где-нибудь еще нет я собираюсь жить долго и счастливо ох красавчик ой давай потанцуем ну давай подходи мы будем с тобой так же поступать и позволью тебе большого у 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 Сук инстинкт Тебе больно? Я чувствую, что больно Мне тоже как-то больно, поэтому... Как-то вообще мне здорово, ребята Это совсем не здорово Я всё понимаю, конечно Могу с этим что-то делать Иначе Геральт не переживет Травить его, как думаете, получится? Я всё сошёл Я с ним этого явно не беру Серьёзно, то есть я должен был проиграть что-то сейчас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты должен сидеть дома Регенерируйся Ты попал в беду! Я хочу помочь! Я сам справлюсь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! Он мой друг! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Геральт Редис? Ты... Ты живой? Да! И в полном порядке Раны на вампирах заживают быстрее, чем на собаках Сколько воды утекло, друг мой По крайней мере, по человеческим меркам Но как? Когда я видел тебя в последний раз? Я был булькающим бесформенным пятном, стекающим по колонне одного замка Сейчас я в несколько лучшей форме Не вполне восстановился Впрочем, будь я человеком, я бы вполне сошёл, скажем, за... Полубога Прости, это была моя вина Я так и не успел попросить прощения Остань, Геральт Дело прошлое Насильно меня с тобой никто не тащил А я только... Па-па-па потратил Бомбу на него Так, а ты знаком с убийцей? После стольких лет? Давайте по порядку Местный серийный убийца тебя, похоже, слушается Может, скажешь ему, чтоб никого больше не убивал? Затем я сюда и приехал Будет нелегко, Дэтлов порой исключительно упрям Но, как ты, вероятно, помнишь Я тоже так просто не сдаюсь Значит, так его зовут И он твой друг? Можно и так сказать В отличие от меня он более... Как бы вы это сказали... Зверский Но я работаю над этим, не беспокойся Скверно у тебя выходит С тех пор, как я здесь, он убил рыцаря А до того еще, по крайней мере, троих Уверен, у него были на то причины Да, есть декадентские говнюки, которые убивают людей для забавы Или просто, чтобы напиться Дэтлов не из них А из каких он? Слишком ты в нем уверен Потому что я слишком хорошо его знаю Облик ваш различен, но внутри вы схожи У обоих благородные сердца, обоим случается совершать неблаговидные поступки Разумеется, обоих вынуждают к этому обстоятельству Помнишь 964 год? Это было 300 лет назад Ривию, Лирию и Спаллу охватил ужас Пропадали женщины и дети Фрагменты их тел находили потом разбросанными по полям Лирийская зверюга Я читал об этом Она загрызла человек 200 Говорят, ее убил простой бродяга каким-то освещенным кинжалом Ее убил Дэтлов Потом наткнулся на бродягу Спавшего в зарослях неподалеку И оставил тело бестия у его ног Так родилась легенда Любопытно Вампиры редко помогают людям У него наверняка были свои интересы Ошибаешься Единственным его интересом было то, что чудовище убило мальчика Который когда-то угостил Дэтлафа яблоком Благородный тип У тебя нет монополии на альтруизм, мой друг Когда Вильгефордс расплавил меня Мои останки нашел Дэтлаф Согласно нашему кодексу он мог меня даже не трогать А мог позаботиться обо мне Он выбрал второй путь Регенерировал меня не щадя собственной крови Ты представляешь, что это означает для вампира? Вероятно то же, что для человека Ты обязан ему жизнью Не только жизнью С тех пор мы братья по крови Нас соединяют узы, которые людям и не снились Поэтому я знаю, происходит что-то нехорошее У тебя всегда была чрезвычайно развитая эмпатия У каждого вампира есть своя уникальная способность Собственно, потому нас так трудно классифицировать У Дэтлафа Сильнее всего развито чувство стаи Как следствие, Дэтлафу комфортнее в обществе низших вампиров Он сторонится людей И если уж он пришел к вам и начал убивать Что-то выбило его из колеи Что же это могло быть? И чем его можно настолько выбить из колей? Как бы это объяснить? Дэтлаф не понимает мира людей Ваших принципов, отношений в обществе В некотором смысле он наивен Не понимает ваших игр Не знает лжи и зависти Ты хочешь сказать, что он неприспособленный? Это может стать поводом для конфликтов Что произошло сейчас? Не знаю, но надеюсь это выяснить Я должен его найти Прежде чем он не разозлился еще сильнее И не залил весь баклер кровью Значит, у нас общая цель Как в старые добрые времена Не совсем Когда я его найду, сам знаешь Я знаю, что ты получил на него заказ Но ведь твоя задача остановить убийство Не обязательно его убивать, так? В принципе, да В таком случае давай его искать Надеюсь, я успею тебя убедить, что Дэтлаф не чудовище Ладно Но пока что многое против него Слышишь? Об лава Рыцари пошли по моему следу Не хочу, чтобы меня здесь видели Я нашел пристанище на кладбище Мерлашес Приходи туда До встречи Блин Да я бы сделал этого Дэтлафа, конечно Если бы у меня было чуть больше аптечек Нет, а он очень быстрый и очень... Он и боюсь все равно опоздали Ну же, где бестия? Я как раз это выясняю И хотел тут осмотреться Придержи своих людей, пока они все не затоптали Господа, дайте ведьмаку работать Убийство Мельтона не должно остаться безнаказанным Ласточку просто Выпил все ласточки из-за тебя Так, ну что, неужели придется здесь осматриваться? Да нет, в принципе, и не нужно это никому А что здесь есть? Материалы У меня, как всегда, знаете Все, что плохо лежит, все, что не прибито к полу Так, это что-то новенькое, такого я раньше Драматы, книги Так, ну что, нам нужно направляться на кладбище с вами, да? Повидаться с этим нашим старым приятелем Понятия не имеет, кто это, честно говоря Но Герли с ними, видимо, хорошо знаком Так, выходить, наверное, по рыхам придется Ну ладно, давайте встретимся с вами уже на месте По дороге она что-то наткнулась Только не понял на что Сударь, сударь, вам письмо Серьезно? А вот этого не знаю Я только доставить Нормальный ты тип Беги отсюда нахрен Хе-хе-хе-хе Так, дай тебе монетку Держи, и спасибо Так это вам спасибо, уважаемый Всегда к вашим услугам И кто ж нам пишет сие послание? Дорогой друг Не знаю, что у меня есть друзья здесь Для меня дошли слухи, что ты в Тусенте Надеюсь, ты не подорвешь свое драгоценное здоровье на фестивале вина В твоем возрасте Последствия могут оказаться губительными Быть может, тебя заинтересует вот что Осматривая библиотеку одного моего знакомого Я наткнулась на упоминание о некоем профессоре Мороис Баклера Который изучал ведьмачьи мутации Подробностей я не знаю Где была его лаборатория тоже Но думаю, что-то можно узнать из дневника Который вроде бы похоронили вместе с хозяином Прилагаю карту, которую нашла в той же книге Она в скверном состоянии, но думаю, ты сумеешь ей воспользоваться Если тебе вдруг наскучат баклерские девицы Вино и прочие прелести Попробуй покопаться в этом деле Вдруг найдешь что-нибудь интересное Твоя подруга Йеннифер Профессор изучал ведьмачьи мутации Дело и правда интересное Йеннифер оставил нам послание С ума сойти, ребята Ну, это как Знаете, отличное Такое дополнение для нашего дальнейшего прохождения ведьмака Мы эту миссию тоже пройдем, но сначала отправимся на кладбище Слушайте, оно вот Какие-то французские улочки прям Мне напоминает Ясное Слушай, ну не рыгай тут на ух это Платва, ну идите то Ну че ты, как это то Ты либо залезаешь, либо Все, застряла платва А мужик не перестает рыгать там в кусты Козлина Дороги все Сейчас жопу надеру, будешь со мной так разговаривать Так Может быть нам можно переместиться как-нибудь туда, как вы думаете Давайте карту откроем, посмотрим Эти подсказки мне уже порядком надоели Так, а где у нас Наша точка? Нет, туда придется скакать Исключительно скакать Ну что делал, давайте скакать А вот мы и на кладбище Пожаловали Эх, видишь, не мог выбрать другого места для встречи Юп Что это? Что это? Кто это? Кто там? Цветочек какой-то Да, цветочков я таких что-то не помню Не было таких цветочков Что это? Разряда, накорми меня, да? Куда? Товалья Лучше И гуля здесь? И в капуле здесь точно нету Гуля пошла нахрен блин не дожег все или нет слушайте пугать меня местные представители флоры фауны конечно седьмаком такая штука долго не не поиграешь и многое можешь пустить и уже не так ты крутые могут тебя положить на лопатки и чё ты предлагаешь ты меня совсем воевать что здесь открывать будете нет реец зале закрыта местом то я не ошибся это точно здесь здесь должен быть другой выход и где мотива на кладбище то наверно да где-нибудь есть вот там ход в пещеру какую-то да ах ты гиппо на бой так же меня ожидают какие-то тварей сукины вы идите ненавижу достаточно еды а 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 какой-то гасла м а не а а а а и а фу блин встречаюсь с вампиром на кладбище что может быть банальней так сразу ничего в голову и не приходит дверь мог бы оставить открытой я слишком ценю свое уединение так что я бы очень не хотел чтобы сюда пробрались непрошенные гости я знал что ты справишься я должен найти твоего приятеля и рассчитываю что ты мне поможешь сделаю все что в моих силах но дело не в том что ты должен в том что дедов хочет если он не захочет ты его не найдешь что закрывает любую дискуссию но должен же быть какой-то способ вампира не обнаружить чувствами на нас не действует магия предсказаний даже самый точный мегаскоп ничего не даст а вот это не поможет откуда она у тебя нашел у одной из жертв бестия в излучине реки труп был расчленен причем кистей оказалось три вот это с перстнем не показалось лишней кроме того и интересовалась брукса это рука дед лафа без сомнения и она нам пригодится будем выслеживать по запаху крови на какой странный перстень не знаю что это за металл я эти украшения он родом из нашего дома того где мы жили до сопряжения сфер подарил мне его мой старинный друг он был можно сказать гуманистом он считал что мы вампиры здесь гости и будучи гостями должны уважать хозяев то есть вас людей и старшие расы значит не есть нас не относиться к нам как к скоту именно поэтому я в свою очередь подарил его дед лафу напоминание об этих идеях так как ты хочешь позвать руку что-то собираешься делать с этой рукой слышала теории к венариуса на сохранении памяти в тканях что-то припоминаю я читал об этом в алхимии облиттера в каэр морхи не был один экземпляр страшно истрепанный но насколько я помню к венариус так ничего и не доказал доказал только не успел опубликовать но мы с ним переписывались мы были друзьями и я знаю что он закончил исследование и провел первое испытание не стану углубляться в детали но коротко говоря по произвольному фрагменту ткани можно реконструировать то что пережило все тело как это работает нужны какие-то устройства надо приготовить микстуру которой к венариус дал выразительное название отзвук она вводит в транс приближенный к наркотическому и вызывает видение связанные с сильными эмоциями которые испытал хозяин тела образно говоря тебе как бы приснятся обрывки чужой жизни значит есть шанс что мы увидим что делал дедлов прежде чем потерял руку разумеется а еще и надеюсь что использовав отзвук мы узнаем где скрывается дедлов но начнем же готовить миксер венариус посвятил пол жизни доказательству своей теории надо думать приготовить отзвук будет непросто верно кроме тканей дедлов и необходим сильный стимулятор зрительных центров яд который сделает сознание восприимчивым поведением есть пара подходящих ингредиентов к сожалению все довольно редкие можно взять железы мамуна но их ближе чем в изиме не раздобудешь еще подойдет слюна вихта пятнистого но они вымерли больше ста лет назад или глаза кобальда но кобальды разумные я бы не хотел выкалывать им глаза поскольку времени на поиски у нас нет предлагаю попросить о помощи у меня один только вопрос кого ты хочешь попросить о помощи рука это конечно четкая